Зимник на Тельвиску открыт. Толщина льда на переправе через казенную виску достигла 65-сантиметровой отметки. Дорогу проверил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. Подробности далее. На временной зимней дороге из действующей столицы Ненецкого округа в первую столицу Тельвиску работает спецтехника. Грейдеры снуют вдоль зимника. На ледовой переправе через казенную виску сотрудники ГИМС проверяют толщину льда. Проводились замеры. Толщина льда порядка 60 сантиметров в самом тонком месте. Позволяет открыть по пропускаемой технике до 20 тонн. Пока так. В дальнейшем намораживаться будет. Подрядчик будет нам сообщать о повышении тоннажа пропускаемой техники. Протяженность ледовой переправы 120 метров. В процессе эксплуатации ледовой переправы подрядчик будет оценивать грузоподъемность льда и регулировать интенсивность движения. Об этом и доложили губернатору Ненецкого округа Юрию Бездудному. Здесь же на переправе было принято решение открыть зимник. Намораживать начали еще 10 числа сразу. Переправу, да? Да, первым участком занялись намораживанием сразу. Ну а потом по мере как снег, в общей сложности 4000 кубов снега завезли. Но еще надо положить. Да, именно сюда или вообще? Нет, вообще. На всю дорогу. Ну вот мы проехали, дорога качественная. Там есть еще некоторые участки, но в процессе работы. 7 единиц техники работало в обществе. Прибыв в Тельвиску, губернатор уточнил, у представителей сельсовета готовы ли здесь к новогодним праздникам. В селе объекты обеспечения жизнедеятельности работают в штатном режиме. А после заглянул в местный социально-культурный центр. Елки в новогоднем все прошли достойно. Была общая сельская елка, были вечера отдыха для населения, горожане приходили. Для участников и творческих коллективов елка проходила. Открытие елки было на улице, ой, на улице Доме культуры. Все было хорошо, экипаж Деда Мороза был, конечно. За что вам огромное спасибо, потому что экипаж Деда Мороза, мы видели, как он проходил замечательно. И с него, собственно говоря, благодаря этому экипажу загорелись и елки. Конечно. Василий Хатанзейский, Алина Учейская, Антон Водряков, Телеканал Север.